Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как вы считаете, какое может быть психическое отклонение у меня или что? Мы никак не можем считать относительно вашего психического здоровья. Для этого вам необходимо обратиться к врачу-психиатру, либо к клиническому психологу, если у вас есть подозрение на психическое заболевание. Почему я не могу работать на одной работе и жить в одном месте? Это связано с потерей контакта с собой. Вы этого контакта с собой просто не чувствуете. Мне 30 лет живут в регионе с родителями. Мне некомфортно, понятное дело. Зарабатываю уровнем только на еду и покрытие самых необходимых первичных потребностей. Ну, здесь история такая, что... Дело не в том, сколько вы зарабатываете. И дело не в том, живете даже... Дело даже не в том, живете ли вы с родителями. Или нет. Дело немножко в другом, в другом. Дело в том, насколько вы в целом счастливы. Вот натурально, насколько вы счастливы в своей работе. Насколько она вам нравится. Я сейчас не ощущу ни разу. И говорю абсолютно это серьезно. Если вы... Если вы... Не счастливы в своей работе. То есть... Вам она... Не нравится... Ну, в вашей работе, в смысле... Вам она не нравится? То... То... Само собой... Вы будете... Чувствовать... Себя вот так. Так, как вы чувствуете. Само собой. Это абсолютно нормально. То есть... Это... Вопрос... Вашей реализации. А не вопрос того... С кем вы живете. Не вопрос того... Где вы работаете и сколько... И сколько... Зарабатывать. Понимаете, да? Вот это... Очень важный... Момент. На... Который... Я бы хотел... Обратить... Ваше внимание. Самое пристальное. Спросите... Себя... Пожалуйста... Как... Вы... На данный момент... Относитесь... К своей работе? Как вы на данный момент... Воспринимаете свою деятельность? Как вы ее выбрали? Свою деятельность? Ну вот... Элементарно... Банально... Как вы к этому пришли? Понимаете? Вот это... Очень важный момент... Вам необходимо... С этим... Как мне... Кажется... Разобраться. Если вы хотите... Если вы хотите... Конечно... Ну... На самом деле... Да... Если вы хотите... Вот... Улучшить... Свою жизнь... Понимаете... Понимаете... Да... Какая... История... Дальше... Значит... Вы пишите... Что вам некомфортно жить с родителями... Чем? Зарабатываю уровнем только на еду... И покрытие самых необходимых первых потребностей... Опять же... Как-то вы к этому пришли... Меня тянет в Москву... Я уже несколько раз сюда уезжала... А... Чем вас тянет? То есть... Это... Как мне кажется... История... Про... Что? Это... История... На мой взгляд... Про... Что? Это... Что... Что вам кажется... Как будто... Как будто бы... Внешность... Внешний мир... Может... Вам... Внешний мир... А... Да... Что... Чего вы... Чего вы не даете себе... Ну... Ну... Как будто... Как будто бы так... Это выглядит... Вот... И волей-неволей... Возникает вопрос... Не придаете ли вы... Чрезмерного значения... Внешнему миру... То есть... Вот... Условно говоря... Условно говоря... Не придаете ли вы... Этому большее значение... Чем... Себе... Потому что выглядит... Это выглядит... Именно так... Эээ... Ну... Сейчас... По крайней мере... с точки зрения... С точки зрения... Опять же... Психологии... С точки зрения... Психотерапии... С точки зрения... моего опыта, который имеется. Там жизнь поинтереснее для меня, я хожу по съемкам массовка в кино, всякие интересные подработки, далеко не всегда они везде берут, но все же. Ну, как будто бы, опять же, у вас нет своего пути, вы не видите своего пути. Но когда я там находитесь около трех месяцев, кажется, что в моем городе будет лучше. Не оправдываются ваши ожидания, то в одном городе, то в другом. Везде вы сталкиваетесь с разочарованием, и это вас мотивирует кочевать из одного места в другое. Вы пишите, пациентной работы нет, никуда не берут, потому что меняю много разнообразной работы, просто уже сил нет и желания тратить время на себя. Опять же, чего вы хотите глобально. Даже если устроить, это скучная, малооплачиваемая работа, поэтому все равно бросаю. Опять же, не все понятно, что вам интересно, чем заниматься. Интересно было бы посещать разные мероприятия в Москве, летом быть в своем городе. Но опять же, это ощущение, как будто вы пытаетесь заглушить что-то в себе. Я, да, курсирую, поэтому туда-сюда. Сил нет. Сил нет. От чего сил нет? На что вы их тратите? Я не могу ни на чем остановиться. Потому что вы не разобрали в себе. Вот, похоже, есть внутренний конфликт. Внутренний. Был мужчина, с которым встречалась, пока не уехала. После приедения как раз увиделись просто на улице. Он вроде бы был не против встречи, но непонятно, свободен ли он или есть с него отношения. В итоге я его потеряла. Не совсем понятно. Виделись мужчины. Непонятно, свободен или нет. А спросить, поговорить. Получается одиночество и скука. Это история про отрицание себя. Вы отторгаете часть своей личности. Сил еще нет. Что-то искать. В Москву переезжать. Что со мной? Почему я не могу жить нормально? Ну, ответ вы получили. Просто хочется укладывать все интересное. Но это невозможно. Даже потому что надо ходить на работу, чтобы зарабатывать. На это будет указаться в свободное время, а не на танцовке. А почему не постараться сделать работу, интересно? То есть, не превратить хобби. Любимое дело. В то, что приносит вам доход. В той или иной степени. Почему этого не сделать? Это вполне реально. Но. 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 Для этого вам желательно разобраться в себе. То есть, вам для этого желательно поисследовать себя и посмотреть в целом, чего вы, ну, хотите от жизни. И. Потому что. Сейчас. Как мне. Видится. У вас просто. Идет. Метание. Ну, идут. Метание. Ну, идут. И. 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 Вот. И. Ну, вот. Ну, не получается у вас опереться на себя. Никто не будет вам диагностировать что-либо, что мы здесь не врачи, вот, чтобы, ну, ставить диагнозы, вот, я надеюсь, что вы это понимаете, и я очень надеюсь, что вы понимаете этот, ну, этот момент хорошо, вот, поэтому лучший вам способ обратиться с тем, что происходит. Вполне возможно, что мы здесь говорим о кризисе, ну, вашем кризисе мы здесь говорим, то есть мы говорим о том, что вы находитесь в этом кризисе, вот, это пойти на психотерапию, вот, и начать над собой работать, разбираться в себе полномерно, вот, то есть позвольте себе вот эту историю, позаботьтесь, позаботьтесь о себе. На этом все, я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Спасибо.